Партия «Кальфлэш» в егерской космосе, партия «Северное международное другое» в Альбове в 1961 году, Е4, Е2-Е4, Чёрность, Галица-76. Вот у нас, видите, были какие-нибудь уже встречались, испанская партия Е4-Е5, был ряд партий, и это открытый репет, и полуоткрытый Е4-Е5 наиболее популярный. А это тоже благородный флигер, но называется «Защита каракана». «Защита каракана». «Ка-Ро», Чёрность-К. «Защита каракана». Более пассивной, чем «Северная защита», но, в другой стороны, и пробить пробиться Чёрность труднее. Посеверное Де-4, Де-7, Де-5, Конь-Ца-3. Я напоминаю, что в шахматах различна полная аннотация и краткая аннотация. Полная аннотация – это когда сначала называется фигура, а потом начальное поле и конечное поле. Конь-Ца-3 – это полная аннотация, но ею пользуются там ученники, начинающие, более популярные книжки. А нормальные книжки, конечно, для шахматистов, которые уже опытны, используются краткая аннотация. То есть, называются фигура и конечное поле. Конь-Ца-3, конь-Ца-3, конь-Ца-3. Если конечный, на Ц-Ца-3 может пойти два коня, например, конь здесь стоит, конь здесь стоит. Такая полиция. Я хочу говорить, конь-Ца-3, но конь-Ца-3 будет неправильным, потому что на Ц-Ца-3 может быть и этот конь, и этот конь. Тогда добавляется еще либо буква, вот, конь-Б, или Ц-Ца-3, конь-Б-Ца-3 просто, и все, конь-Б-Ца-3. А вот если на одной линии стоят, вот так, наверное, вот так, тогда добавляется не буква, а цифра. То есть, конь-Ца-3 или конь-Б-Ца-3. То есть, достаточно одного значка, тут же такая, почти литиматик. Один значок, и он однозначно критеризует фигуру. Тогда у нас сокращается место в книжках, в журналах и, не знаю, там, во сколько раз, но, может быть, полтора раза, не знаю. То есть, все ходы укорочиваются. Занимают, скажем, не рейнер, а за собой полосаться. Так что, если я говорю, конь-Ца-3, а поскольку ты начинаешь и на саду, ну, можно сказать, ну, по 11-й, ну, уже и так понятно, что это один конь. Ну, пешка, конечно, никогда не произносится. Если, скажем, Е4-4-5, то просто Е-Д, пешка-Б, а по-К-Б никогда и не пишет, и не произносится. Если пешка, то это просто без фигуры. А если фигура, тогда какая фигура, на какой порой найдет? Если на это поле могут пойти две одинаковые фигуры, тогда, значит, это будет либо дополнительная буква, либо дополнительная цифра. Так, значит, по-К-Ца-3, ну, черная форма будет, ДЕ. Здесь ни то, ни другое не произносится. Д5-бьет-е-4, есть полная анонтаса. А кратка просто ДЕ. ДЕ. Бывают такие случаи, когда, ну, допустим, я, например, в реальнице, просто я рисую такую искусственную баллицу, и, допустим, я говорю ДЕ, тогда это можно побить ДЕ-4? И ДЕ это можно побить на ДЕ-4, то есть опять не однозначно. Тогда мы говорим ДЕ-4 или ДЕ-5. Если ДЕ-5, то есть ДЕ-4. Ну, это не для нашей позиции, это просто я говорю о том, как записывается, как в рамках записывается и в свою очередь сокращенно. Значит, ДЕ, гоню, это ДЕ-4. Если ход делается без взятия, вот если вы читаете или будете читать какие-то книжки или журналы, что-то, может, или все, или где-то газеты, журналы, начатывается платься, то всегда так. Если просто ход, вот если вы заявили, такая была позиция, то был бы ход КНЕ-4, а по самому респешку стоит, то двоеточие обозначается, КНЕ-4. Ну, я признаюсь, что КНЕ-4, она, вот у меня здесь записывается, КНЕ-4, но это в традиции, хотя, на принципе, КНЕ-4, все равно КНЕ-4, что бьет, что не бьет, потому что КНЕ-1 на Е-4, но просто по традиции двоеточие обозначается. Вот, КНЕ-4, черные играют, играли КНЕ-7, они хотят развиваться, развить свои фигуры, но если они ходят сразу КНЕ-6, такой ход тоже популярный, то им может не понравиться размерная шесть, после чего одна из черных пешек злаивается, либо пешка геннажды, либо пешка геннажды, либо пешка геннажды. И сдвоенные пешки всегда не очень приятны, потому что они, так сказать, отупляются немножко. Поэтому здесь черные готовят ход КНЕ-6, сыграют КНЕ-6, нет, КНЕ-10 сыграют КНЕ-3, КНЕ-3 единственный ход, в смысле произношения КНЕ-3. Здесь главное направление борьбы, это поставить КНЕ-5, а потом атаковать КНЕ-7, и что нужно аккуратно защищать, чтобы не получить сразу по щитеру заболевания. И этот КНЕ-5 можно туда спогнуть, и этот КНЕ-5 можно туда спогнуть, но нужно играть очень осторожно. Поэтому, ну, это так общее значение. Ну, здесь последовало КНЕ-6, здесь я думаю, назовем его КНЕ-6, и разменная Ф-6, но Талер любил КНЕ-6, но не хочет менять фигуру без лишней необходимости, и он отступил КНЕ-3, КНЕ-3. То есть, у нас что произошло? Ходит С-3, здесь произошел Роза Пеша, и КНЕ-3 предскочил на Ж-3. Но, поскольку белые собираются атаковать на КНЕ-5, то это к их выгоде они перевели. Подтянули коня КНЕ-5, и что пока существовало не случалось? Чёрный заканчивает розетку, Е-7, Е-6, там у него и в слуху стоит, вообще ещё не выведен. Король пока никуда не ушёл, стоит тут в центре доски, что очень опасно. Поэтому чёрный, наверное, заканчивает розетку. Е-6 или Е-7, Е-6, можно на доске или Е-6, достаточно. Слон Д-3. Слон Д-3. Слон Д-3. Нет, Д-3 не может войти на чернопорные, а три белые поля. Слон Д-3. Ну, и чёрные хотят подрывать центр, С-5, хотят немножко здесь, чтобы они пошевелились. Ну, пешка там за четыре будет слабая. Или если на С-5, то поля будет стоять очень хорошо. Ну, и чёрные. Присход белый, белые защитили. Пункт Д-4. С-3. С-3. С-2, С-3. Последний размер С-Д. 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 А ты только думаешь, наверное, на ногу умер, а нет приема на позиции подпадрения. Ну, пока такая приемная позиция, ничего абсолютно не происходит. Кой повел на Д-4. Вам бьёт Д-4. То есть просто размен первый. Кой на С-3 бьёт Д-4. Ну, чёрные надо развиваться, чтобы развивать слоны. Конечно, чернобольные у них все, все фигуры. Ну, белопорная слона нет ладов и лекировку не делала. Значит, надо сыграть С-85. Чёрные сыграют С-5. С-85. Белопорная слона нет ладов и лекировка. Чёрные здесь повели на Д-4. Ну, мне этот ход не нравится, но они решили просто менять фигуры. Те, кто играл старый, с тобой это всё быстро проиграть. Поэтому идёт на радиус на Д-4. С-Д. Единственный ход. Идея с чёрной лекировкой, с тобой 0-0. Значит, эта позиция что-нибудь получается? Эта пешка называется синтрагированной. Она не поддержана ни с левой, ни с правой, ни с пешками. И поле перечень, оно не может быть такого, но опять-таки белопешки. Белопешки, потому что ни пешки ценят, ни пешки едят. Поэтому чёрные всегда при изолированной пешке стараются заблокировать это поле, получить изложение фигур, ну и получить хорошую игру. А сама эта пешка, её недостаточно, что она легко блокируется. А достоинство её в том, что она держится. Видите, в пункте C. Пять и ей пять держат. А при случае, вот мы смотрели, кто помнит, в партии Каспарова, когда она иногда просто выбрасывает пешку и перекладывает инициативу. То есть здесь пешка имеет свои плюсы, свои минусы. Ну, в любом случае она называет Сыгаревные. Вот, здесь чёрные прогнали. Сыгар 5, я сейчас. Здесь белые сыграют Сыгар 5. Хоть белые, но они сыграют Сыгар 5. Чёрные прогнали. Слона, а тут А6. А7, А6. Ну, они, слона прогнали, когда выиграли Т, но в этом ходе есть один недостаток, что когда слон отойдёт, он, конечно, не сюда отойдёт, скорее всего, потому что так можно проиграть слона. Слона больше парень идет. Ну, отойдёт, скорее всего, всегда так вот и отошёл. Но, казалось бы, белые потеряли ТФ, они два приёма попали на пещеру. Сначала сыгрались на А6, и на А6, а на А6 отступили. Но они добились и при некоторых достижениях, потому что пешка А6, она очень слаба, и всё время будет угроза пожертвовать на А6, а туда послезти, если не пешки. Создают матовую атаку. Поэтому 0 только то, что так всегда приятно. Поэтому отступил на А4. А чёрные начали заблокировать пункт Д5. Конь Б6. Конь Б6. Конь Б6. Конь Б6. Конь Б6. Конь Б6. Они завязали блокадное поле, а белые собирались на Е5, и ввели слона в центр. Ну и какие-то группы создали, сейчас мы увидим какие. Ну, учебно как развиваться? Ну, вроде не плохой ход, они сделали ферзь Б6. Размерили слону ферзя, ферзь на полу света, на Б2, на Д4. Ну и, кроме того, освободил поле Д8, ладья, можно оказаться по Д8. Был более последующий поле для владельцев, для ферзя. Белые продолжили атаку, ферзь на 3. Но мат пока не грозит, потому что у нас было в 6, черная победа. У юга явная в 6, поле аж 7 держится. Но они задумали небольшую ловушку. Черные сыграли конь Б4. Ну, иначе, конечно, могут по диагонали возьмут большие неприятности. По этой диагонали 2, 1, аж 7. Сейчас я говорю, не грозит поле на 0,6 победить. По грозит, допустим, под конь Б5, его уже не сможете бить. Я буду брать на 2 раза победить на 0,6. С матом на 0,7. И по И4. Но черные сыграли бой Б4. Кажется, что они скидали с опасного слона. А у белых приводящих двух слонов. Вы знаете, когда два слона в одной стороне, это творчество этой стороны. Потому что два слона очень мощные силы. Они там нападают на какой-то фланг, как здесь. И весь слон держит. И этот слон, и этот слон. Поэтому одного слона хорошо разменять. Но белые не всегда просто. Белые отступили. Да, конечно, так просто размен с волонами не допустил. Вот. Теперь начнем смотреть. Черные сыграли на 0,2. И, конечно, они рассчитывали, что белые возьмут на 0,2. Вот. А потом у них будет атака на 0,4. И заревенная пешка, чем меньше всего года, тем хуже будет заревенная пешка. Потому что вот эту пешку будет дружно защищать соседей. Да нет. Воды. И черные, значит, будут продолжать досаду пункта D4. И, в конце концов, эта пешка может погибнуть. Но удастся плавно существить. Здесь последний был неожиданный ход. Но когда он сделан на доске, он же не будет неожиданным. Но пока он неожиданным. То есть, смотрите, черные слона, да еще напали на ладью. Казалось бы, ну, любой человек автоматически пока я поставил там. В талии любой человек. Это обменик, как вы знаете. Если не знаете, то вот теперь будете знать. Меня же талии гениально смотрят. Я его охивала. Просто черные залиты С2. Обмены никак не реабируют. Они берут совсем другое место. Они берут коня в связи с этого коня. То есть, отдали ладью. Разрезалась фигура-то не страшная. Ладья отдается. Естественно, черные взяли ладью. Значит, в данный момент черные лишние ладья. Но тогда все-таки там вот эти фигуры в связи со слоном и конем. Они все нацелены на черного короля. И организуют мотово-кольцово на короля. Не берут коня. Но коня можно выгназать. А это что? Тогда черные взяли на М6. Это слона М6. И все равно ладьи все равно не хватает. Если ладья возгласит седать, а просто ладьи нет. Теперь можно сказать, что на 6 ладьи целы нет. Надо продолжать так устремительно. Иначе можно ничего не успеть сделать. И поэтому здесь последовательный такой пикантный ход. Второй раз еще раз реагирует этот флаг. Какие-то слона, надо ладью. С другой стороны. Не обращайте внимания на этом коне. Они играют конь H5. Вот смотрите. Ферзь, слон и конь. Три фигуры набросились на черного короля. А не хватает чего? Не хватает по-прежнему цена ноги. Что делать? Но бить слона нельзя. Потому что после ферзь бьетов 6. Не назначить от мата. Даже 7. И конь бьетов 6 мата. Поэтому бить слона нельзя. Ага, ходить. Но черные находят огромный ответ. Егни-5. То есть они теперь на В6 прекрасные пешки. В общем, девчонки. Короче, это опасность. Они на помощь своего слона призывают. Будут еще после В5, кажется. Очень хорошие. То есть на базе коня этого. Пока он под боем. И тогда, когда мата закончится так. Выбит же 7. Выбит же 7. И если теперь... А теперь что делать? Продискать бьетов 6. Там с ней бьетов 6. Там с ней бьетов 6. Там с ней бьетов 6. Как как сейчас? Пешки надо защищать. Второй же 7. Этого поля нету ферзя. Ферзя никак не подтягиваешь. Второй же 7. И тогда просто убежится на 1. И если у кого-то уже 6. Ну как-то. Кажется, что такое. Если мы с нападением этого слона. То Белый просто играет в 3-4. Не за счет от различных матов. Даже в ферзе как-то не может никуда включиться. Если все поля на него держатся. Ну, плодится еще новое. Да. Продискать бьетов 5. Или грозить. Пойти аж 5. Слые 5. Наверное. Но ученых здесь не так. Ну, можно за них просто потянуть. Ученых здесь. Здесь грозили еще не планировать. Эй 5. Завод хоть. Отматривающиеся. Здесь плохо. Поэтому. Эй 5 они хотят потянуть слона. Белый просто забрали кэш. По-прежнему, да. Их хватает логея. И здесь черные делают такой вещительный ход. Ж5. И они пытаются отмислиться здесь. Скажем. На победный Ж5 ничего не уходит. Потому что после слона Г5. РЖ. И Г5. Король не может отступать. Заматывать. Но есть после РЖ6. И тут даже черные черные ладья. И фигуры лишние. Вот поэтому собственно. И был собранный ход. То этого. Хода Ж5. Был собранный ход. Было сделано Е5. С целью. Значит. Ход Ж5. С целью. Как-то защитить короля. Черных. Бить бы сюда не можно. Потому что с целью подключился. И вроде бы все пока защищено. И вот здесь еще один изящий ход делается. Уже какой подряд. Волью отдавали. Делали там тихие ходы. И еще делается слон Г6. Уже делается слон Г6. Просто берет еще одну пешку. Теперь на слон Г6. Шестая линия перекрыта. На слон Г6. И уже выигрывает слон Г5. И не диабетный замат. А ферзь. Слон до этого. Дорогу ферзел. И может попасть на Г6. И здесь просто уже все фигуры. На шею произойдет. Если вы берете слона. На шею даже 5 шаг. С матом. А если вы не берете. То я могу только ряд играть. На шею. И все эти пункты. Черных. В опасности. И защититься будет невозможно. Поэтому. Видите. Видите. На шею. Значит. Г5. Делье. И на g5 очень нужны. Ход г6. С целью. Перекрыть трупелие. Значит. ある armas нельзя. Черный выставник уже поделив setn. Везём. А в последовату. Почувствованный очень дикий ход. А вот теперь. Очень возбужден. Белый взялись в дикий ход. Подчеркиваю, что черному непонятно как ходить. Самое здоровое, когда надо что-то жертвовать, приступать к матовой атаке, а белый спокойно держит бешеный ход и показывает, что ему вообще нечего здесь ходить, непонятно как двигаться. Ну, здесь длинный вариант приводится такой B6 с попыткой развиваться на ферзе флаги, но белый играет с темпом на ферзя нападает. Если у нас по нему играют, то длинный вариант приводить не хочется, а керны не сыграли B6, а сыграли Ферзе 5. Ну, кажется, тоже неплохой ход, блин, поближе к карачеву. Ну, теперь тогда уже просто первая сравнность в сфере дня. И что у них получилось? У них получилось просто качество не хватает, но, опять, короля черных не сдобровать. Просто можно показать, как как у нас партнерство E6, кладя E1. То есть тут же 6. Теперь висит фольный аж качество. Все фигуры защищены. Качества нет, но король все равно, кстати, чувствует очень уютно. Но они пытаются развиться. На Диа АЦ-8 уже, на Диа АЦ-8. На это последовало Слон-Ц-3. Слон-Ц-3. Теперь в граде СН-Ц-4 сматывает атаку по этой диагонали Слон-Ц-3. Черное второе ладью разбили. Диа АЦ-8 скажут, что стемпы развиваются. И в Руси никаких нет. Но эта диагональ такая специальная, что нет защиты от попадания на нее белых фигурок в силу. Такой батарей создать. Черное защитили, более точнее. Выходят на E5. Как ходить? Не видно, как защищаться от поля E5. Черное в граде СН-Ц-3. Хотят уничтожить просто Слон-Ц-3. И в Руси опять последовало. Как защищаться? Забрали ладья С-Ц-3. Вот здесь как раз, если сказать ладья В-Ц-3, уже не правильно. Но ладья С-Ц-3. В-Ц. 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 Уже, между прочим, теряемое отношение сила установилось. Убьет ферсть ладья и конь. Ученый ферсть ладья С-Ц-3. Но по-прежнему конь с уйдем. Там такие вокруг чем-то короля создают неудобства, что защититься от них бы невозможно. Черное сыграли король E7. Последово ходим 6 шагов. Такой матовый аппарат, когда ферзь конь окружает черного короля. Король E7. Конь для 5 шагов. И на король E7 последовало куда ходить. На G8 взяли из-за конь E7 шагов. Пошли на G7. И здесь последовало тихий конь по E7. Черную издальность. По простой причине, что в ферзане хорошее расслабление. Если в ферзане один ход на G7. Правильно. А тогда шаг потеряется в один. Вот такая комбинация драка. У него бывали, конечно, и в ферзане. И еще вещественно. И еще вещественно. И еще вещественно.